Друзья мои, я рада приветствовать вас всех у себя на канале. И сегодня хочу поподробнее вам показать вот этот вот пофеопедилум. Очень красивый, просто замечательный пофеопедилум. Он будет обязательно участвовать в дефиле января месяца. Но, знаете, я тут недавно посидела, поковыряла интернет и поискала, что же все-таки это за пофеопедилум. И была приятно удивлена. В сюжете дефиле января месяца, при показе этого пофеопедилума, я вам буду показывать вот эту бирочку. Которую я, если честно, с трудом разобрала, что же это все-таки за пофеопедилум. Это пофеопедилум Гратикс на пофеопедилум Чарлис Вортии. Чарлис Вортии. Ну, это вы знаете все, у меня есть Чарльс Вортии, я его называю Сэр Чарльс Ворд. Очень красивый пофеопедилум, достойный для домашнего содержания. И вот это вот кросс двух, вернее всего, даже нескольких пофеопедилума. Чем дольше занимаешься орхидеями, естественно, тем больше появляется знаний нот в наших головах. Ну, вот на сегодняшний день, если я правильно понимаю, то когда идет имя скрещенное там Маня на феню, то Маня выступает как источник пыльцы, которую подселяют фени. И чаще всего цветочек будет более все-таки похож на феню, то есть на маму. Маму, которая вынашивает эту пыльцу. Ну, это так, знаете, как говорится, как простонародье. Как выглядят цветы Чарльс Вордия, то я вам уже показывала, и я сама воочию видела. Мне нравятся эти цветы, они достаточно крупные по отношению к самой розетке. И что самое больше мне нравится, ну, вот в таких пофеопедилумах, что у них короткие цветоножки, невысокие цветоножки. И за счет этого они очень смотрятся красиво на фоне своей листвы. Так вот, будем считать, наша феня, сэр Чарльс Ворд, и подселенная пыльца, подселенная пыльца Гратрикса. А Гратрикс, оказывается, это пофеопедилум скрещенный. В скрещивании этого пофеопедилума участвует Белатулум, потом пофеопедилум. Если я правильно выговорю, ребята, вы уж извините, я иностранным языком не обучена, то Белатулум скрещенный с Годефрауае, вот так как-то, и Лиукохилум. Лиукохилум, я бы вам показала, сейчас Лиукохилум, один из Лиукохилумов альбовой формы, у меня только наращивает бутон. Когда он откроется, это одному Богу известно, потому что природные пофеопедилумы растят свои бутоны, свои цветоносы очень-очень долго. Это может по времени занимать от месяца до шести месяцев. Все зависит от того, насколько сильное растение и насколько условия соответствуют правильным условиям содержания того или иного вида пофеопедилума. Вообще-то пофеопедилумы секции Лиукохилум мне очень-очень нравятся. Вообще, они летнецветущие пофеопедилумы, я не знаю. Мой Лиукохилум, наверное, потерялся во времени. Да и, собственно говоря, вы знаете, и для вас это не секрет, что в домашних условиях все-таки сроки цветения многих растений сдвигаются в ту или иную сторону, потому что все-таки, знаете, атмосфера и природа и времена года у нас не соответствуют тем местам, где произрастают эти пофеопедилумы. Поэтому при создании тех или иных условий летние могут зацвести зимой, зимние могут зацвести летом. Ну, в общем, все зависит от того, какие условия на наших подоконниках. Пофеопедилумы, вообще-то, это моя очень самая любимая группа орхидей. И скажу я вам, что я уже неоднократно вам это говорила, что все, что произрастает на моих подоконниках, а условия у меня не идеальные для содержания орхидей, они будут расти и цвести и у вас тоже. Потому что, потому что, еще раз повторюсь, я не могу, просто не в состоянии создать им те условия, которые им нужны. И, тем не менее, они неплохо развиваются. Вот, в частности, пофеопедилумы мои произрастают на северо-западном подоконнике. Они зимой до светки не видят никогда. У нас в Украине солнечные дни зимой бывают крайне редко. И то с утра. С утра солнышко с востока. На западе солнца нет. Поэтому, получается, что все зимнее время солнечных лучей они не видят. Но летом, летом во второй половине дня, где-то часов, наверное, с трех дня и до семи, до полвосьмого вечера они солнышко видят. От солнца обязательно я их притеняю. Обязательно. Тюлевой занавеской я их притеняю. И поливаю обильно. Летом очень обильно. Зимой они у меня держатся практически, можно сказать, в хрустящем состоянии. Потому что они либо не растут, они спят, либо они готовятся к цветению. До появления бутона я поливаю крайне редко. А вот когда появляется бутон, я постепенно-постепенно добавляю им воду. Потому что все-таки им надо питание. Нужна влага для того, чтобы вырастить, ну, вот такой вот цветок. Однажды смотрела видео из одной из теплиц азиатских, специализирующихся по выращиванию пафеопедилумов. Так я вот обратила внимание, что они никогда не удобряют своих пафеопедилумов. Добавляются просто немного, часть удобрений добавляется в грунт и все. А потом на протяжении всего сезона они просто их поливают и все. Как вывод делаем, что у пафеопедилума корешочки, они имеют волосяной покров. И испортить этот волосяной покров салями очень-очень просто. Поэтому, если мы удобряем пафеопедилум, то очень редко и в очень маленьких дозах. Такие орхидеи, как пафеопедилумы, это орхидеи для очень терпеливых людей. Потому что каждая розетка до цветения растет и созревает примерно, я вам говорю примерно, полтора-два года. И вот когда многие из вас, друзья мои, пишут мне, что вот у меня, вот я купила пафеопедилум и наросло много розеток, а он не цветет. Имейте терпение, он зацветет. Бывает такое, знаете, особенно американские гибриды, которые вырастил одну розетку и тут же начинают растить одну, вторую, третью, но при этом не цветут. Точно вам говорю, просто та первая розетка, от которой пошли молодые росты, она просто еще не созрела для зацветания. Надо подождать, надо поухаживать еще и потом, вы только представьте, зацветет та розетка, от которой пошли молодые росты и в дальнейшем вот те все молодые росты к тому времени будут подрастать и ваш пафеопедилум будет свести ежегодно, а то и несколькими вот такими красивыми головками. По пафеопедилум растения не дешевые, они очень дорогие. Я покупала, к примеру, ну это к примеру, вот это вот растение, да, состоящее из одной, на тот момент, это было два с половиной года назад, с одной вот такой вот маленькой розеткой. Если честно, ну я была в ужасе, потому что я грохнула деньги, как за взрослое растение, а тут, а тут пришло такое маленькое, но знаете, оно, конечно, адаптировалось очень долго. Первый год оно адаптировалось, потом оно начало подрастать, подрастать, подрастать и вот наконец-то, наконец-то появился вот этот вот волшебный цветок. Он, правда, волшебный, он имеет такую текстуру, знаете, как велюровый, он покрыт мелкими-мелкими волосками и такой мягкий, такой приятный на ощупь. Ну, замечательное растение. Окрас вот он свой взял по большей части от Сера Чарльзвальда. А вот это вот такая, знаете, ну вот эти вот полосочки, венозность или даже не знаю, как это правильно назвать, конечно же, от Леукохиллума. И форма. Форма у него по большей части похожа на Сера Чарльзвальда. Но и тем не менее, он очень красив, ну просто очень. Такой замечательный, такой нежный. Я не знаю, кто не любит Пафиопедилумы, я их просто обожаю, просто. Пафиопедилумы, знаете, выращивания еще чем сложны, что нужно очень щепетильно относиться к наличию насекомых. Вот два года назад на моих Пафиопедилумах поселился мучнистый червец. И знаете, как бороться с насекомыми, я знаю, но на Пафиопедилумах вывести насекомое очень-очень сложно, очень. По той причине, что листья плотно облегают розетку, а мы с сествами знаем, что в основном личинки и особи прячутся вон там, вон в пазухах. Оттуда их выманить сложно. Допустим, ну вот если взять такое растение, как котлея, или наши с вами любимые, наши с вами любимые фаленопсисы, то, ну, там такой особой сложности нет. Я обычно закупаю их шампуни для животных, отвредителей. Потом, если это клещ, опрыскиваю еще поверху акарицидом, а если это мучнистый червец или трипс, я просто проливаю октарой, и все в порядке. То с Пафиопедилумом такой номер не проходит. Если вода попадает глубоко в розетку, сразу появляется стволовая гниль. А появилась стволовая гниль, значит растение погибло. Ничего вы не сделаете. Абсолютно ничего. У Пафиопедилума тип просто симпадиальный, не монопадиальный, как у фаленопсиса. Что если у вас там подгнили или пожелтели нижние листья, вы их сняли и растение продолжает расти вверх, то у Пафиопедилума снятие нижних листьев, это можно сказать, знаете, берите ножницы и обрезайте полностью всю розетку. Потому что, ну, он имеет свойство выращивать только определенное количество листьев и все. И поэтому, если пропадает сам ствол этого растения, если отгнивают по какой-то причине листья, то это, конечно, чревато последствиям. Хорошо, если там хорошо развита корневая система и мощное основание у этого растения, и гниль не пошла очень далеко вглубь, то это растение просто-напросто вырастет еще одно дочернее растение, и оно будет развиваться. Ну и обратно же таки, то, что пропала мамка, а начинает расти детка, это отбрасывает цветение этого Пафиопедилума еще как минимум на два года, пока вырастет та маленькая розетка. А еще придачу ко всему. Эти сосущие агады, они сами по себе, ну, будем говорить так, не страшны. Страшно то, что на местах укусов появляется грибковое заболевание, которое потом съедают растения. В общем, нужно очень щепетильно относиться к наличию насекомых на таких растениях. Я в прошлом году потеряла 3 или 4 Пафиопедилума, так мне было жалко их. Но, знаете, это жизнь, кто-то рождается, кто-то умирает. Теперь, конечно, я стараюсь тщательно за ними смотреть. Они не любят опрыскиваний, они не любят брызганий на листья. В основном полив. Полив в летнее время через низ, а в зимнее время замачивание через верх. Вот так вот мы и выращиваемся с моими Пафиопедилумами. На этом, друзья, все. Желаю вам крепкого здоровья, красивых цветов и Пафиопедилумов. Замечательных, замысловатых, самых красивых, самых таких непревзойденных. Вот ни одной орхидеи нет вот таких вот пинеточек. Но пинеточка так хочется туда пальчик засунуть. Пока, друзья. До новых встреч.